Согласно официальной статистике, в Абхазии 580 детей с ограниченными возможностями. Как признают сами медики, реальная цифра здесь значительно выше. Тенденция к повышению числа детей, рождаемых с инвалидностью, общемировая, и Абхазия в этом смысле не исключение. Форум «Актуальные вопросы детской неврологии», который собрал ряд ведущих специалистов России в области детской неврологии, ортопедии, эпилептологии и педиатрии, крайне важен для нашей республики. Возглавил российский медицинский десант Татьяна Батышева, главный специалист по детской реабилитации Минздрава России. Перед началом конференции Татьяну Батышеву и помощника министра здравоохранения России Анатолия Гулина принял министр здравоохранения республики Анзургоов. Батышева, в частности, выразила уверенность, что конференция станет традиционной в Абхазии. Главная ее цель – профилактика рождаемости детей с ограниченными возможностями и помощь самим детям-инвалидам и их родителям. Сократить количество детишек с тяжелой патологией, но и, конечно, помочь тем, кто уже есть, потому что они солнечные дети, они нуждаются в помощи и поддержке. Я надеюсь, что в следующий наш приезд будет образовательная программа для родителей, потому что если родители не готовы помогать ребенку, к сожалению, все наши усилия тщетны. Профессор Татьяна Батышева выступила с предложением объявить 2017 годом профилактики детской инвалидности в Абхазии. Благодарность российским коллегам на открытии конференции выразил министр Анзургоов. Он недавно побывал в медицинском центре, который возглавляет главный детский невролог Москвы Татьяна Батышева. «Помощь их неоценима. Я был у них в центре, я, скажу честно, был удивлен и поражен того, как с такой любовью они занимаются этими детьми и как поставлена сама работа». Проводимая конференция – очередной шаг в развитии сотрудничества Минздрава в двух стран и реализации подписанного в 2014 году рамочного договора. «Мы проводим комплекс мероприятий между Минздравами Российской Федерации и Абхазии в рамках развития того договора, который подписали президенты о союзничестве». Актуальные вопросы детской неврологии – форум, который стал для Абхазии первым успешным опытом тесного взаимодействия государственных и неправительственных организаций. Организации, которые уже успели немало сделать для помощи детям с ограниченными возможностями. «Такое начало очень интересное, очень значимое. И можно сказать, что это первое такое тесное взаимодействие государства и благотворительных организаций. И как раз таки это и показывает, какие мощные можно делать проекты, когда мы, сообщая, идем к одной цели». «Мы уже работаем, поддерживаем реабилитационный детский центр и планируем поддерживать его в течение 2016 года. Сейчас мы были в Армении, встречались с представителями Министерства здравоохранения Армении и говорили о возможности привлечения специалистов сюда для оказания поддержки и обмена опытом к нам. И вот в июне мы планируем уже, ожидаем приезд специалистов из Армении». Нехватка кадров по целому ряду направлений педиатрии – одна из главных проблем отечественной медицины. В течение дня для абхазских медиков прозвучали актуальные доклады по ранней диагностике и реабилитации детской инвалидности. В пятницу российские врачи дадут мастер-класс в Сухумской городской детской поликлинике, где будут работать непосредственно с детьми.